Добрый день, дорогие друзья. Пришли сейчас прогулки со своим Робертом Николаевичем. С моим Робертом Николаевичем. Сегодня у нас 23 октября. И так похолодало резко. 13 градусов. Но все равно пошли гулять. Надо было молочка нам взять. Решили кефир сделать. И что вы думаете? Зашли в магазин, взяли два пакета молока. Они в таких картонных коробках. Ну и по привычке по своей пошла по магазину гулять. Хотя мой Роберт Николаевич всегда меня ругает. Он терпеть не может ходить по магазинам. И говорит, тебе сегодня что нужно? Молоко? Вот прямо иди к молочному отделу. Бери и выходи. А ты вот гуляешь по всем отделам. Надо, не надо. И он в последнее время со мной вообще в магазин не заходит. Сидит там возле магазина столы. С эти скамейки под зонтиком сидит. Ну я тогда, конечно, гуляю по магазину сколько хочу. И что я сегодня увидела? Я увидела, гуляла. Вот я не зря гуляю. В этом магазине очень часто есть скидки, чем я непременно пользуюсь. Вот смотрите-ка. Передо мной вот эти вафли. Вот тут написано, вот видите, бутер вафлис. Хочешь, наверное, в школе работать, да? Да, это мои любимые. Вот здесь в Корее, кстати, мучные вот эти изделия. Они моему вкусу редко-редко когда это самое угождают. Угождают. Почему? Потому что тут все такое, вы знаете, вот тесто, например, мучное изделие, оно все такое ватное какое-то. Вот я не люблю такое. Я люблю, например, вот такие изделия, как рулет вот я пеку или кекс, чтобы откусил и чтобы было что во рту жевать. А вот эти ватные все изделия мне не нравятся. Ну вот я хочу вас познакомить вот с этими. Это вафли. Вот эти вафли, вот вы знаете, интересные они сделаны, эти вафли. И почему я их взяла? Я подошла и сразу увидела, там этикетка вот так вот меняется на красный цвет этикетка. Это значит, что это уцененный товар, если на этикетку. Я так посмотрела, думаю, а что это уценили его? Что срок годности что ли вышел или что? Ничего подобного. Я давай в магазине, там благо со мной рядом не было моего мужа, никто мне не это. Вот посмотрите. Вот здесь вот срок изготовления 2024 год. Вот 2024, значит, октябрь, 15 число. Здесь в Корее сначала год, потом месяц и потом число. Потом смотрю, а срок годности до 2025 год, апрель месяц, 14 число. Думаю, ну они же не вафли-то, не испорченные. Но я так подумала, ну, наверное, навезли так много и поэтому уценили. Кипит здесь. Ой, он уже закипел. Капец. Сейчас, сейчас. И что? Вот, я, конечно же, не могла пройти мимо, чтобы не купить. Хороший товар. Срок годности почти целый год еще. Они его уценили. Ну, я так подумала, наверное, много навезли и поэтому решили уценить. Почему я знаю? Обычно вот эта коробочка, она стоит 4500. 4500 вон. А эта 3700. Ну, не на много. Но 800, на 800 вон. Ну, мам, что-то много. Все равно. Вот. И, конечно же, я взяла. А теперь думаю, надо было еще взять. А ты смысл какой, да, у них? Почему они уценяют? Может, потому что много? Наверное, я тоже так думаю. И они, видимо, смотрят статистику, как продается. Да. Знала бы я язык, я бы, конечно, подошла. Обязательно бы у продавца спросила. По какой причине они уценили этот товар? Ну, ладно. Купила, а теперь пришла домой и думаю, надо было две коробки мне взять. Привыкли запасаться. А почему? А потому что срок годности указан до 25-го года. Вот. Почему бы не взять? Ну, и, наконец, я научилась эти коробки вскрывать. Посмотрите, как они легко вскрываются. Вот тут вот я вскрыла уже, да. Просто ногтями, вот у кого ногти, вот эти риски вот эти вот такие, раз, провел по ним, потом тут провел. И вот так. И вот так открывается. И посмотрите, как они дальше еще упакованы. Вот. Симпатичные такие упаковочки. Золотистые, да. А сейчас я вам еще покажу. Так. Тут не написано? Что-то написано. Масляные вафли. Масляные вафли. Вот, посмотрите. Вот оу-вафл. Ага. Вскрываются как. Вот так они легко вскрываются. И посмотрите. Тут вот в одной вот в этой, в этом, в одном конвертике золотистом вот таких вафелек три штучки. И они вот здесь, видите, неправильные. Ну, овальные формы, так обрезанные. Но они очень и очень вкусные. И сколько бы они ни хранились, да. Они, вы знаете, хрустят прямо. Что мне особенно нравится. С чаем это вообще замечательно. Вот я же говорю, что я не люблю такие ватные, ватные. А вот эти вот именно мне нравятся. Три штуки. Пойду после обеда гулять, еще одну коробку куплю. О, не надо. Ну, еще будь скидки же. Пойду куплю. Да, я забыла вам сказать. Посмотрите. Вскрыла, я не поленилась. Здесь вот таких 12 штук. Пересчитала все. 12 штук. 12 штук. Множишь на три. 36. 36 вафелек. Вот так. Ой. Вот так они. 7 минут ни о чем. Почему ни о чем? Типа напишут, скажут, вот, лопатку ерунду снимают. Ничего не ерунда. Посмотрите. А это для чего? Это кто не знает? Или просто? Ну, это они так упаковывают, чтобы вообще... Нет, я говорю, ты. Для кого рассказывать? А, я вам. Кто в гости приедет. Кто в гости. И вообще показать, чем мы тут лакомимся, с чем мы пьем чай. Я, например, вот, если мой муж любит чай с вареньем, то я с вареньем, с медом не люблю. Я люблю вот так, в прикуску. Вот так. Сейчас я. Марина. Посмотрите-ка. О! Мы все сожрали. Вот это осталось. Ну, это не намек. А то подумают, что я намекаю. Это не намек. Это было благодарности. Нет, это говорит о том, что, да, очень вкусные. Мы не перестаем удивляться, какие они огромные. Спасибо большое. Ой, ты посмотри, какие. Такие мясистые они. Мы уже коробку убрали. Мы одну же коробочку, это... Сожрали. Угу. Это уже вторая. Кончается уже вторая. Угу. Итак, друзья, после обеда снова пойду. Что, специально пойдешь? Пойду. Сама? А что не взять за 3,700? Мама не пойдет уже. За 3,700. Это, Кира, это получается, знаешь, сколько? Это получается 2 доллара, 2,5 доллара. Не, я думала, там нормальная скидка, а там скидка чуть-чуть совсем. Ну, как бы, незначительно. А вот в этот супермаркет пойдешь, там 4,500 стоит. Вот так. Ну, все. Порадуйтесь вместе со мной, что я наткнулась на такую оценку. Это не радость. А что это? Это радость. Для меня это радость. Как вам мало надо, да, для радости? Угу. Мам, почему ты ногти не краешь? Покажи. Как вкусно-вкусно, прямо во рту, прям такой сливочный вкус. Ну, от того, что на кухне возишься, видите, вот немножечко это, концы. Угу. Это дочка ни черта не делает? Облепи это. Эксплуатирует мать? Нет. Вчера дочка такой плов вкусный сварила. Аж сегодня на обед даже. Ну, все три вот это хотя бы. Время придет, сделаю. Ну, не просила же. Да. И поэтому я никогда в жизни, ну, я и не могла, ну, на короткие же ногти тоже делаю. Так и не научилась. Нет, я научилась бы. Просто длинные мне никогда нельзя было, а на короткие красить можно, да? Есть же короткие маникры. Можно, но это вообще некрасиво. И некрасиво, и каждый раз вот это чуть-чуть облупится, и уже такой вид безобразный. Надо все стирать. Я терпеть не могу, когда вот такие облупленные ногти. Шаромыжные. И сотри, накрась. А ты когда последний раз красила? Последний раз, ну, у меня, не пять, наверное, тому назад. Ну, и то хорошо у меня держатся. Это еще, что мы сами вручную не стираем. Ты два раза покрываешь? Да, обязательно два раза покрываю. Ну, вот эти два пальца, они, конечно, менее работоспособны. Поэтому они, а вот эти вот пальцы, они, конечно, на них не держатся. Ну, ладно, все, друзья. На этом я заканчиваю. Первую часть. Первую часть. Марлезонского балета. Добрый вечер, дорогие друзья. Чуть-чуть сейчас. Осень. Вы знаете, что не только у нас в Корее, да и по всему миру сезон пошел. Тыква пошла. И вот хозяйки многие-многие сейчас заняты приготовлением блюд из тыквы, чем я сейчас и занята. Мы вот купили, такая была, знаете, вот такая кругленькая, красивая-красивая тыква. Вот такая, вот ее долька осталась. А вот такая она была, вот такая вот. Настоящая тыква. Да, настоящая тыква. И посмотрите, какой у нее оранжевый красивый цвет. Ну, часть мы уже, конечно, съели. Часть, значит, манты мы делали. Мы любим манты с тыквой. Вот. И сейчас я вот лежала, что-то лежала и подумала, а сделаю-ка я из тыквы вот такой десерт. Знаете, что-то между вареньем, между, чтобы на бутерброд похоже было намазывать. Вот, посмотрите, я сейчас освободила, конечно, не очень. Тыква очень такая, знаете, жесткая, просто того, гляди, руки все это поранишь. Но все обошлось. Вот, посмотрите, у меня вот здесь 451 грамм. Вот. Мне предстоит сейчас эту тыкву всю мелко-мелко накрошить, чем я сейчас и займусь. Так, уберем это все. Это тыква как в Золушке, да? Да, 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 как в сказке. А еще в Южной Корее есть тыква темно-зеленого цвета. Зеленая, мелкая. В Южной Корее живет она такая маленькая, вообще бывает с кулак даже еще меньше. Но вы знаете, друзья, та тыква, она мягче и она сладкая-сладкая. Мы очень любим ту. Ту просто взять вот так вот, попарить и покушать, она очень-очень вкусная. Но решили вот такую тыкву. Это менее сладкая тыква, менее сладкая. Эту парили с сахаром кушали, да? Да, мы ее даже, я вот так вот на мантоварке парила. И вот сюда, вот сюда сахар засыпало. И все равно мне было, для меня было сахара маловато. Вот. Ну, кому-то, может быть, нормально было, а для меня было маловато. Мы сейчас что сделаем? Мне предстоит эту тыкву сейчас мелко-мелко порезать. Я ее, ой, вот так и вот так. Вот такие. Почему? Потому что мне, да, потом мне придется ее вот так вот нарезать. Потому что мне ее придется обжаривать. Вот видите она, вот такими тоненькими. Вот так я сейчас все сделаю. Ой, поверьте мне, прямо как деревяшка. Опля. Такой цвет яркий. Да, очень красивый цвет. Но я хочу сказать, что эта тыква, она не такая сладкая. Вот как та зеленая, которая продается в магазинах, тут ее навалом. Кучи вот такие навалены. Та тыква действительно очень вкусная. А эта мало сладкая. Вот. И хочу сказать, что вообще тыква на корейском столе, это, в общем, это нередкий гость. Корейцы очень любят тыкву. Да и не только корейцы, наверное. Многие, когда осень, по осени соберут большой урожай, они прямо иногда, у кого богатый урожай, не знают, что делать с этой тыквой. Дело в том, что я такой джем уже делала. Я хочу сказать, что это, в общем, быстро его делать, и он нравится, в общем, моей семье. И я вот, когда этот раз тоже про тыкву вспоминала, лежала, думаю, а, надо же джем сделать. Мы же делали уже такой джем. И поверьте мне, что он малозатратный по времени, но он очень такой приятный. На вкус очень приятный. И вот так вот, посмотрите, мы нарезали. Теперь посмотрите, мне что нужно. Мне нужно на вот эти 400 граммов тыквы, мне нужно, ну, 50 граммов я возьму сливочного масла. Я сейчас отрежу 50 граммов. Так, и... А у нас здесь нету, да? Сейчас, минутку. Сейчас. Глаз. Алмаз или нет? Так. Как ты, мам, любишь сливочное масло? Ой, это... А без сливочного масла невкусно. Тут вообще... Ну, а что ты не видишь, я и то вижу. Хотя я не готовлю-то. 43. Ой, обязательно прям надо... 50 сделаю я. Ужас. Все, точно. Так. Вот эти еще крошечки сюда. Вот, друзья, я должна сейчас раскалить сковородку. И вот на этом масле я должна эту тыкву обжарить. Что мы сейчас и сделаем. Так. Сначала у меня сковородка будет на сильном огне, чтобы масло раскалилось. Оно не сгорит? Так. Нет, не сгорит. Я уже делала так, что я знаю. Просто нужно вот так размазать. Вот таким образом. Вот. Да, это не сладкое, да? Тыква, да, мало совсем. Сурую ешь, она такая полусладкая. Как огурец, да? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть сладостей. Такая противная сладость. Противная сладость. Такое тоже бывает. Ну, вкус тыквы. Дорогие друзья, в общем, вы не думайте, что вот сливочное масло будет обгорать. Нет, оно не будет обгорать. Дело в том, что тыква будет жариться, и она немножко сок свой пускает в это время. И поэтому получается самое такое комфортное для нее условие, для тыквы, и она не горит. Где-то жарить мы будем минут 10. И она приходит... Вот, посмотрите, сколько масла сливочного. Глаз радуется, да, у тебя? Глаз радуется. И сердце радуется. Все. Все. Это потом дотает. А сейчас я бросаю сюда эту тыкву. Вот она, мелко-мелко нарезанная тыковочка наша. Тыковочка. Вот она, да. Она красивая. Чуть уменьшительно ласковая. А та тыква, она не такая уж красивая, но зато она очень вкусная, сладкая. Так. И ту тыкву едят прям с кожурой. Да, да. И я ела с кожурой. И я ела ее с кожурой. Время от времени будем ее помешивать, чтобы она равномерно прожарилась. Вот. И в конце добавим сюда сахар, песок. Мышцы последовательные я показываю. Вот видите, все. Привлекательные, да? Наверное, и варенье можно сварить. Как наши абрикосы в Казахстане. А это и есть, наверное, варенье. Если мы будем вот так. Можно. С чаем. Это как варенье. Так. Помните, да, что мы будем где-то в течение 10 минут обжаривать. Я всегда режу вот такими кусочками. Но если вы потолще кусочками нарежете, конечно, вам придется дольше. А зачем вам дольше? Не надо. Потому что оно должно приобрести, в конце концов, консистенцию такого, знаете, варенья. Консистенцию варенья. Ну вот. Пусть жарится. Вот таким образом. А тем временем мы подготовим сахар. Какое мы ерунду вот эту купили. О, здесь ни черта не стоит ничего. Другое купим. Ни ложка. Выкинуть надо ее. Ужас. Я мешаю. Нет, еще не террорист. А такой запах, вот сочетание тыквы и сливочного масла очень аппетитный такой запах отдает. Ты не любишь сливочное масло? А вот тыкви я люблю. Тыкви любишь? Я люблю кашу рисовую с тыквой и с маслом. Вообще, друзья, что вы готовите из тыквы? Ну вот мы часто готовим манты. Да. Корейские блюда, например, мы можем... Ну, корейские, да, там они... Сольовой пастой. Да, кладут. Супчик и туда. Но они больше кладут кабачок. Хотя название кабачок и тыква по-корейски звучит одинаково. Они называют и тыкву, и кабачок одним словом. Да. Кира, и в этом супе тыква, она исполняет роль кабачка. Да. Вот приблизительно вот такой и вкус получается. Но для этого супа, конечно, не нужно сильно сладкую тыкву. В интернете есть, конечно, много рецептов, но хочется от вас услышать. Вот кто на своем личном опыте уже убедился, готовил, напишите какой-нибудь интересный рецепт из тыквы. Охота есть тыкву, а вот кроме каши и вот этого вот десерта и больше манты мы делаем. Больше ничего нет. На ум не приходит. Не, огонь все равно уменьшу. Так, сахара у нас 100 граммов, да? Да, 100 граммов я отвесила уже, все. Ой, он не обнулился. Ну пусть, пусть. А, ну правильно. Как вам 200 и еще этот, да, емкость тоже? Нет, что-то не то. Ты убавила огонь, что ли? Да, 200. Сильно убавила? На среднем надо, в общем-то, жарить. Ну нормально. Так, время засекаем. Не засекли, 58 минут было, так скажем. Да, когда начали жарить. Ну просто жарить, когда готовность, мягкая, когда будет и все. Ой, как мне это, тоску на меня наводит. Это время, эти весы, это засекание. Капец. Все. Вот так, на ручку вот так кладут, тогда ручка не нагревается и нормально. Друзья, когда у нас уже орехи все, ой, фу. Тыква подойдет уже, до кондиции дойдет, мы туда сахар. И когда растворится этот сахар, потом нужно будет под крышкой еще чуть-чуть протушить, ну буквально 2 минутки. И потом вот в эту массу можно добавить, посмотрите, я, например, орехи добавляла. Сегодня я решила тоже орехи добавить. Вот они, вот такие орехи у нас продаются. Любые можно, да, конечно. Посмотрите, Калифорния тут написана. Видите, вот эти орехи мне посчастливилось взять в этом же магазине, где я сегодня рассказывала, уценка была. И вот эти орехи, как они уценили. Так я от радости аж 2 вот этих вот упаковочки взяла. Сколько они у нас стоят? У меня. Вот, например, в этом магазине, в супермаркете вот такая упаковка, она стоит 13-15 тысяч, да. А я взяла ее за 3-8, я так поразилась, почему они ее тоже уценили, для меня вот эта загадка. И вот срок годности нормальный, и то есть так я и взяла уже около года, наверное, тому назад. И вот пользуемся, да, конечно. Мы же одну пачку уже съели. Сейчас еще чуть-чуть помешаю. Пока наша тыква жарится, я хочу орехи измельчить. Я буду ее измельчать, не хочу блендером ничем, а руками просто измельчу и все. Да блендером каша будет. Потом можно кунжутные семена туда добавить можно. Вообще, можно даже, знаете, семена подсолнуха, тыквенные семена. Ну, какие хотите, какие у вас есть, какие вы любите. Ну, вот я вот беру вот эти орехи и вот таким образом я вот так измельчаю. Вот так. Какие-то кусочки. Ничего, какие кусочки мельче, какие покрупнее. Зубы пережуют. Вот так. Вот. В связи с этой тыквенной темой я хочу сказать, что мы там в Казахстане, когда жили, у нас дача была. Ой, какие тыквы выращивал мой Роберт Николаевич. Мне жалко было участок огорода, потому что вот эти ветви чуть ли не на полу огорода расстилаются. И я помню, у нас была тыква вот такого сорта, как ковш. Вот такого, знаете, вот так ручка, как будто бы здесь вот тело вот этой тыквы. Та тыква была тоже очень вкусная. Вот. Ну, мы, конечно, когда был хороший урожай, поверьте мне, мы не знали, куда эту тыкву девать. Разрубали эту тыкву и скармливали животным домашним. Да, вот так. Вот такое было. Конечно, вообще я хочу сказать, что все овощи, которые выращивали мы у себя там на участке около дома, на даче потом в последнее время, они, конечно, имеют совершенно другой вкус, потому что росли на земле, питались они вот этими всеми питательными веществами из земли. А тут, извините меня, южнокорейцы, вы выращиваете все в парниках, и у вас нету такой почвы. Да, нету такой почвы. На всяких добавках. Все, удобрение, удобрение. Ой, надо помешать. Помешай, Кира. Если кто-то из вас любит, например, больше, можете больше орехов нарезать, если, ну не жалко кому, если, вот. Ну я вот всегда, ну где-то грамм 15 орехов вот так вот нарежу и достаточно, считаю. Пыль делаешь? Нет? Нормально получается. Вот. У нас еще кунжутные семена есть, я могу сегодня и семян немножечко добавить. Добавь? Чуть-чуть, вот так сверху присыпем для красоты, да и для вкуса тоже. Не горит? Нет. Нет? Я уменьшу. Вот, конечно, мы вспоминаем часто со своим мужем, гуляем на прогулках, смотрим, как выращивают вот тут вот у нас по дороге, прямо огороды такие. Такой перец, с мой рост, наверное, столько там перчин висит. Они хотят все время своровать. Да, и вот так и хочется руку протянуть сквозь вот эту сетку и сорвать. Баклажаны какие растут. Пить слабо? Нет, мы покупаем, мы не воруем. Ну, вы один раз, помнишь, вам пришли и говоришь, или папа, да, сказал, а можно там насобирать? Они уже урожай собрали и просто вот эти вот... Остались перчины. Ну, наверное, можно. Вот такие, знаете, вот так усенькие перчины красненькие висят, остренькие такие. И, видимо, уже ночами то ли приморозило, какие-то они уже пожуклые были. И вот... Насобирайте? Нет, не будем позорить вас. А что? Вы же опозоритесь. Да они откуда знают, кто вы? Вы чьи вы? Чьи будете? Да, видеокамеры вычислят, и не дай бог. А что? Ну, вот так, друзья, посмотрите, вот так я, и все. Пока у меня это, там жарится тыква моя, все. Все. Это было так, семь. Уже девять минут жарится. Ужас. Мама, ты не можешь по минутам прям варить, готовить. Ну, я вот такой человек, ну, что ты со мной сделаешь? Ну, не можешь ты. Хочу сказать, если у вас тыква сладкая, зачем много класть этот сахар? Если не сладкая, побольше можно. Ну, если сладкая, наверное, половину можно. Да, по вкусу кладите все. А у кого, кому нельзя есть сахар, тот вообще может не ложить, да? Да, да. Потому что одну тыкву вот так на масле пожарится орехами, и очень вкусно. На сливочном масле тыква жаренная, это что-то, это что-то. Я добавила чуть-чуть. Добавила. Сейчас я вот так вот, это, и крышкой накрою, чтобы чуть-чуть, хотя бы минутки-две протушилось, и в это время, чтобы наш сахар весь растворился. Друзья, вот считайте, наше блюдо почти готово. Осталось чуть-чуть вот так протушить, вот таким образом. Вот. Пару минут, и я потом орехи сюда высыплю, перемешаю, и все. И блюдо наше готово. Кто-то спрашивал в комментариях, или мне писали в личку, или не один даже. Спрашивали, вот вы принимаете сейчас, что вы чувствуете, какие этот... Я эту коробку выписали мы, и мы решили, что я буду пить ее. Потому что мама пьет и женьшень, и еще что-то она пьет, и какие-то... Ой, короче, я пью вот этот химохим сейчас сама. Я пью один раз в день, только утром. После еды. Что я могу сказать? Я выпила только одну вот такую упаковку. Тут 10 штук, да? Да. 10. Правильно, вот я вот, как только выписали, я стала пить, и вот у меня как раз 10 дней примерно ушло. По-моему, один раз я пропустила, забыла. А, да, когда Даня ездила, вот тогда я забыла с собой взять и не пила. Я чувствую вот что. Что я стала меньше хотеть спать. У меня обычно где-то после обеда какой-то упадок сил. Особенно когда пообедаешь, хочу спать, я не могу. Сил нет, ничего не охота делать, короче, охота лечь. А сейчас у меня постепенно, я вот сегодня об этом подумала, только обратила внимание, что я как бы даже вот я не лезу, да, и, то есть я не валюсь прям с ног. Вот, может быть, из-за этого. Ну, это всего же только я 10 пропила. Пропила, это вторая у тебя упаковочка. Это вторая. Всего их 6 у тебя. А еще, да, да, это вот сегодня я открыла пятую, о, вторую, и еще у меня 4. 4. Да. Так кто не видел, сейчас покажу специально. Осторожно, у меня кефир там, а, осторожно. Кефир я помню. Ой. Угу. Может быть, кто-то не видел? Сейчас покажу. Вот так выглядит это. Да. Хим-ахим написано. И вот, видите, 6 было таких. Один я выпила, второй начала, и еще 4 целых у меня осталось. Очень удобной упаковки. Не нужно эту коробку всю вытаскивать. Вот эту, ну, маленькую. Раз. Вытащил и пьешь. Хотя они рекомендуют пить 2 раза в день. Да. Ну, я вроде бы неплохо себя чувствую, у меня только вот иногда бывает такое, что я... Хотя у меня давление очень низкое, пониженное, вообще, я гипотоник. Может быть, поэтому. Ну, вот, решила пропить и посмотреть на себе, так сказать, проверить. Так, друзья, можно я свои 5 копеек ставлю? Кира... Насчет чего? Ой, прервалась у меня, друзья. Потом мама свои 5 копеек ставит. Ой, вон, что получается. Видите, сахар, как красиво. Они прямо стали, как карамелизировались, да? Да, 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 да. Вот сахар весь растворился. Не передает камера запах, да? Скоро придумают корейцы смартфоны, которые будут передавать запах. Угу. Так, вот сейчас я уже имею право выключить это все, вот так, и засыпать сюда. Наши орехи. Кира, кунжут достань, пожалуйста, я все равно не достану. Вот здесь. А-а-а, я не могу сюда пройти. Ой, целый день крутимся тут, да, задницами двумя. На кухне должна быть одна хозяйка. Вот это? Угу. Что-то мало уже. Вот он. Ой, такой запах ореховый тоже. Можно этот кунжут, конечно, и не сыпать. Я просто сегодня хочу вам сказать, что вы можете по своему желанию сюда все, что хотите, досыпать. Даже у нас в Корее тут продаются вот такие маленькие-маленькие семена подсолнечника, уже готовые. Чищенные. Тоже можно вот сюда. Я сейчас чуть-чуть, не столько, может быть, для вкуса, сколько для красоты. Посмотрите, вот так вот. Вот. Видно? Да. Ну и все, и достаточно. Вот так. А если у вас нет орехов? Белые гниды. А ты что, гниды видела когда-то? Видела? Видела сейчас видео все. Ужас. Я никогда не видела, слава богу. У меня их не было, да? Так. Вот посмотрите, как выглядит это дело наше. Я сейчас возьму эту ложечку чайную и хочу попробовать, что это у нас получилось. И чайную, эту десертную возьму, ложечку. Из Казахстана ложка. Да. Вкуснятина, да? Вкуснятина. Не передать. Не передать. Сейчас горячее. А когда оно остынет, еще масло сливочное немножечко подостынет, тогда его будет очень удобно намазывать, например, на хлеб. Да и сейчас? Да. Мы сейчас, конечно, горячее на хлеб не будем намазывать. Холодным мажут его. Но поверьте, что это очень вкусная намазка. Я назвала десерт намазка, варенье. Короче, с чаем очень хорошо. Да, с чаем это вообще замечательно. А особенно мой Роберт Николаевич любит варенье. Для него это будет как вместо варенья. Да? И полезная тыква, сливочное масло. Полезно и приятно и вкусно. Очень. Друзья, приготовьте. Не пожалеете. Времени совсем мало. Мы больше болтали, чем готовили. Ну, честное слово. Это очень вкусно. А особенно приготовьте те хозяюшки, кому досталась тыква не очень сладкая. Вот вы не знаете, что с ней делать, да? Ну, вы пирожки, там, манты уже все делали. Приготовьте вот это. Не пожалеете. Вот так. Ну, все. Мы хотели вас порадовать, познакомить с таким блюдом. Я с полной ответственностью заявляю, что я уже не первый раз это делаю. Это очень вкусно. Готовьте, не пожалеете, скажите нам спасибо. Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok